Теперь как в сказке. Око всевидящее следит за автонарушителями. В служебной машине инспектора ДПС Антона Двибородчина появился видеорегистратор. Самому убеждать никого не нужно. Вся информация с камеры сохраняется и высвечивается на мониторе, который установлен внутри салона. Если водитель проезжает на запрещающий, например, сигнал светофора или знак, и не согласен с этим, то мы приглашаем его в машину и показываем его нарушения. То есть намного стало легче и проще работать с водителями. Стоимость устройства примерно 6 тысяч рублей. Точно такие же есть еще в 39 машинах ДПС. На этом установка видеорегистраторов в ГИБДД завершена. Но модернизация продолжается. За последнее время материально-техническая база силовых структур почти полностью обновлена. По словам полицейского со стажем Дмитрия Забродина, сравнить есть чем. В 90-е на задания порой приходилось ездить на попутках. Сейчас дефицита транспорта нет. Вместо устаревших УАЗов и Жигулей – машина с конвейера. Пока автобаза переполнена раритетными образцами. Но скоро всю старую технику спишут. Машины отправятся под пресс или разойдутся на запчасти. Да, были такие времена, когда на одну машину приходилось по два, а то и три водителя. Сейчас все кардинально изменилось. Новых автомобилей более чем предостаточно. Автопарк периодически обновляется, что способствует раскрытию преступлений. На установке видеорегистраторов модернизация не заканчивается. В будущем автомобили ДПС будут оснащены мобильными терминалами оплаты. А это значит, что штрафы можно будет погасить по карточке, не отходя от места нарушения. Анастасия Зверькова, Александр Мокин. Новости сейчас.